А вот жертвой управляющей компании стали жильцы дома номер 28 на улице Папанино. Снежная каша во дворе, скрывающая гулый лед, превратила передвижение по двору в пытку. Особенно страдают мамочки с колясками и старики. Коммунальщики винят во всем клумбы, скрытые сугробами. Мол, работе спецтехники мешают именно они. В ситуации разбирался Максим Галямин. Спускать с крутого и узкого крыльца даже небольшую детскую коляску – испытание. Но с ветхих и обледенелых ступенек только начинается большое путешествие в мир коммунального беспорядка. Полина недавно стала мамой, но никак не предполагала, что обыденные прогулки с ребенком превратятся в такую муку. В компанию мы жаловались, да, у нас, ну как, мы жалуемся в справку в основном через 051, вот, подаем туда жалобы. Ну, как бы, они принимают, мы звонили, муж мой звонит постоянно, соседи наши всегда все звонят. Ну, придут как бы раз в неделю, уберутся и все. Но трактора за эту зиму здесь не было ни разу. Впрочем, это не единственная проблема жильцов дома номер 28 на улице Папанино. Осенью здесь сменилась управляющая компания. Но текущую кровлю и трещины на стенах никто латать не спешит. Наверное, потому что прошлые управленцы, в здании которое в 50-х построили немцы, сделали капитальный ремонт. Правда, только на бумаге. Здесь вот половина дома закрыта, все, а там щели. Голуби лазят там, как тесохверма там на чердаке. И когда-то там, ну, эта сторона накрыта хорошо, а та голова вся. Нет этого, железа, железо все, он спал вниз. С переходом к ООО «ЖЭК» выросла квартплата. И результаты не заставили себя ждать. В подъезде заменили самое важное – почтовые ящики. А вот систематические перебои с горячей водой, как и другие хронические проблемы, остались. Любые попытки жильцов самостоятельно улучшить свои жилищные условия тоже выходят боком. У нас летом, сейчас зимой все засыпано, а нам это не видно. Летом мы поставили вот эти шины, колеса, сюда цветы посадили, чтобы машины не подъезжали к самому дому. Ничего. У нас сняли эти колеса, опять машина подъезжает к самому дому. В управляющей компании нас заверили, что дорога во дворе почищена. И если уж мы стоим на пороге у коммунальщиков, то пройти по Папанино все же можно. Последний раз техника работала там на прошлой неделе, ну а сегодня управление получило новую заявку. И обязательно разберется с проблемой. Такого быть не может, потому что мы, ну, как это, челюсткинцы, челюсткинцы почищены, а по Папанино такого не может быть у нас. У нас такого не бывает. У нас жил фонд, как бы по графику чистится, понимаете? Не то, что отдельный дом, почему? Такого не может быть. В организации для этих нужд даже закупили погрузчик. Вот только мастер участка пожаловался. Моу, мешают уборке те самые клумбы. А если их случайно снесут, жильцы снова будут недовольны. Продолжение следует... Продолжение следует...